Стать донором крови почетно, это знает всякий. Однако не каждый готов буквально отдать частичку себя другому. Кто-то переживает насчет болезненных ощущений, а кому-то просто не хватает свободного времени. И все же это вклад, которым нельзя пренебрегать, ведь каждая капля может спасти чью-то жизнь. Неравнодушие проявили жители Щелковского района. Акция, приуроченная к Национальному дню донора, прошла в Щелковской станции переливания крови при поддержке района общественной палаты и представителей местного отделения партии «Единая Россия». Сотрудники станции отмечают, такие мероприятия очень кстати, ведь учреждение обеспечивает кровью весь пятый медицинский округ. Здесь вот на пример даже вот этой акции люди, которые раньше может быть и не хотели, не могли или там еще по каким-то причинам не имели возможности там прийти сдать кровь, они видят, что это необходимо, видят, что люди различного и социального происхождения различных групп населения приходят и сдают. В том, чтобы сдать кровь, нет ничего страшного и особо сложного. Необходимо иметь с собой паспорт, быть уверенным в отсутствии вирусных инфекций и хронических заболеваний. В любом случае специалисты станции проведут экспресс-анализ крови, терапевт проверит основные показатели здоровья. На всю процедуру уйдет порядка 20 минут. На призыв помочь пополнить запасы драгоценной жидкости на станции переливания крови в день акции откликнулись порядка 70 жителей Чоковского района. Василий Гришаев, спортсмен-футболист, живет в Загорянском. Кровь сдает в первый раз, однако стать донором хотел уже давно. Считаю, что это полезно, это нужно, это может спасти кому-то жизнь и как-никак все-таки почетным, донором быть почетным. Будем стараться привлекать своих коллег, спортсменов, тоже к такой правильной акции, чтобы сдавали кровь. Присоединились к акции и множество активных представителей общественности. У депутата Московской областной думы Владимира Шапкина достаточно редкая группа крови, третья отрицательная. Решил также не оставаться в стороне. Мы в своей повседневной жизни, повседневной суете забываем об этом очень важном деле. Здесь мы должны быть несколько, я бы не сказал, и патриотами в том числе, и ответственными за то, что мы можем и должны помочь тем, кто попал в беду. Итог акции. Порядка 35 литров драгоценной жидкости – внушительный вклад в запасы станции. Однако даже у крови есть свой срок годности. Так, например, клеточные ферменты хранятся около 30 дней. Так что помимо масштабных, но единоразовых акций, необходимы регулярные поступления. Повторно сдать кровь можно через пару месяцев, а доноров не убудет, а кому-то может спасти жизнь. Так что не упускайте шанс.